Устройство, которое я держу в руках, называется тепловизор. С его помощью исследуют энергопотери в зданиях. Здесь есть инфракрасная камера, которая фиксирует тепловое излучение объекта. Затем устройство преобразует его в цифровой сигнал и отображает на мониторе в виде так называемой тепловизионной картинки. Ну что ж, давайте попробуем исследовать на энергоэффективность обычную панельную пятиэтажку. Специалисты в таких случаях говорят, что тепловизор пылает. Вот все эти красные пятна на мониторе обозначают места, где теплый воздух свободно выходит наружу. Получается, что жильцы отапливают не только квартиры, но и улицу. В Москве проблему такого жилья решают кардинально. Его просто сносят и строят на его месте новые дома. В регионах же финансовые возможности, мягко говоря, поменьше. И там проводят реновацию старого жилого фонда. По состоянию жилищного фонда Липецкая область мало чем отличается от соседних регионов. Недоремонт, как говорят специалисты, накапливался даже не годами, а десятилетиями. Многоэтажки де-юре, приватизированные де-факто, оставались бесхозными. Содержанием общедомового имущества никто не занимался. В 98-м или 97-м году мы в городе Липецке проводили тепловизионную съемку с самолета. И когда вот очень четко было видно, как светится город. То есть как через ограждающие конструкции исчезает тепловая энергия. В начале 2000-х в пожарном режиме проводился капитальный ремонт домов за бюджетные деньги. Но принципиально проблему ветхого фонда это не решило. Поэтому в прошлом году в Липецкой области стартовала масштабная программа капремонта, рассчитанная на 30 лет. Для собственников жилья ввели обязательный ежемесячный платеж 6 рублей с квадратного метра. Программа сформирована исходя из года ввода дома в эксплуатацию. И если на дату первой приватизации в данном доме не был проведен капитальный ремонт. Эта программа предполагает, что до 2043 года под капитальный ремонт попадут почти 5,5 тысяч многоквартирных домов, в которых проживает больше 600 тысяч человек. В список обязательных работ входит замена коммуникации, утепление стен и кровли. В доме Елены Мичуриной ремонт сделали в марте. На сегодняшний день можно сказать о том, что по своим потребительским качествам наш дом по условиям проживания ничем не уступает новостройкам. После приведения ремонта жильцы начинают экономить на коммуналке в среднем на 20%. Еще больший эффект дает установка индивидуальных котлов отопления в малоэтажных домах. Это уже другая составляющая областной программы по реновации жилищного фонда. Программа подразумевает перевод на индивидуальное газоотопление, малоэтажную застройку до пяти этажей. Как раз мы попали под эту программу. В прошлом году на новую систему отопления перевели три дома. Котел появился и в квартире Татьяны Николаевны Пузиной. Самые большие платы за коммунальные услуги были за отопление. Больше пяти тысяч с лишним только за одно отопление, не считая уже всех остальных вода, свет и как бы телефон это даже не считается. Сейчас намного меньше. В самый морозный месяц мы заплатили тысячи восемьсот. В среднем расходы жильцов на отопление сократились на 60%. Плюс у них появилась возможность регулировать температуру в доме, чего раньше не было. Котел очень легок в управлении. На ночь я чуть-чуть добавляю тепла. А на день я слегка вот так убавлю. Установка котла индивидуального отопления обходится в 120 тысяч рублей для каждой квартиры. 55% берет на себя областной бюджет. А еще 5% местный. Оставшуюся долю погашают жители. Причем половину сразу, а другую половину в рассрочку на три года беспроцентную. Увидев экономию, которую получили пенсионеры Пузины, на индивидуальное отопление решили перейти и их соседи по поселку.